Всем привет! В этом видео я поделюсь своими мыслями по поводу грядущего халвинга биткоина, а также планов действий, что и когда покупать, и когда продавать. Что такое халвинг биткоина? Халвинг биткоина происходит каждые 210 тысяч блоков и в два раза сокращает награду за майнинг, или примерно раз в 4 года это событие происходит, и оно было заложено код биткоин, изначально его создателем Сатоши Накамото, для того, чтобы уменьшать доход от майнинга каждые 4 года. Зачем? Для борьбы с инфляцией и даже создания дефляции, создания ограниченной доступности и повышения ценности этой криптовалюты. Грубо говоря, стоимость добычи биткоина увеличивается в два раза, и таким образом увеличивается его ценность, и растет цена. Предыдущие халвинги были в 2012 году, и спустя 150 дней после халвинга цена была на 1000% больше, в 2016 на 15%, в 2020 на 24%. Это событие произойдет ориентировочно 20 апреля, но, естественно, все не происходит в один день, а именно рост валюты. И непосредственно в сам день халвинга она может даже упасть, так как многие зафиксируют прибыль. Поэтому нам даже больше интересно, как ведет себя биткоин после халвинга, нежели во время него. Эксперты известного криптопортала CoinGecko проанализировали поведение биткоина в следующие 12 месяцев после халвинга и заметили, что его стоимость увеличивалась в среднем на 3230%, но это в среднем. Первый халвинг последующие 12 месяцев курс вырос на почти 9000%, инфляция сократилась с 25% до 12%, во второй халвинг 9 июля 2016 года кассировки повысились с 650 до 2560 долларов, то есть на 300%, а темпы инфляции уменьшились с 8,7% до 4,1%. Третий халвинг привел к росту котировок на 540%, инфляция еще более снизилась. Что из нас для этого важно? Что представленные расчеты говорят о снижении доходности с каждым последующим уменьшением награды майнерам вдвое. То есть в этот халвинг я бы ожидал где-то 200-300% доходности в ближайший год, так как, еще раз повторюсь, это все происходит далеко не мгновенно, как вы сами видите из статистики. Но сколько конкретно будет продолжаться рост, если он будет после халвинга? То есть, грубо говоря, если мы сейчас начнем наращивать какие-то длинные позиции, когда их закрывать? Известный трейдер и аналитик Питер Брант отметил интересную закономерность, что в среднем 74 недельных свечи до халвинга и 74 недельных свечи после халвинга биткоин растет. И если история повторится, то на основе предыдущих халвингов, предыдущего движения цены мы можем прийти к выводу, что максимум цены биткоина придется примерно на октябрь 2025 года. Ну а какая цена будет предсказать уже сильно сложнее, но он склоняется к 150 тысячам долларов. Что происходит на текущий момент? Если мы измерим расстояние от локального минимума до текущего момента, а халвинг буквально на следующей неделе, скорее всего, будет, точная дата заранее неизвестна, то так и получается, что 75 недельных баров цена растет до халвинга, и, соответственно, такой же примерно рост ожидается после халвинга в течение все тех же примерно 75 недель. То есть нас ожидает примерно полтора года рост. Что с этой информацией делать? Лично я планирую на протяжении этих полутора лет по возможности подкупать биткоин и эфир на коррекциях, таких вот как сейчас примерно. Покупать на пике, естественно, стратегия так себе. А вот когда произошла какая-то коррекция, какие-то негативные новости, какие-то крики, паника, вот, допустим, сейчас было падение из-за ситуации на Ближнем Востоке. Хотя мое мнение, что просто нужно было вынести стопы лонгистов, которые готовятся к халвингу, так как всегда цена скидывает так называемые слабые руки перед движением вверх. Моя идея проста как три копейки, закупаться на коррекциях биткоина и эфира в течение ближайшего года полутора до осени 25-го года, ну а ближе к осени уже зафиксировать позиции. Так как после так называемого криптовалютного лета наступает криптовалютная зима. Из наблюдений за предыдущей историей на графиках была выявлена закономерность, что на криптовалютном рынке после двух лет примерно медвежьего рынка обычно следует два года бычьего рынка, ну и, соответственно, после бычьего следует два года медвежьего. То есть, начиная с осени 25-го года и весь 26-й, нас, скорее всего, ждет либо медвежий рынок на криптовалютном пространстве, либо какой-нибудь шалтай-болтай непонятный. Что именно покупать? Конечно же, биткоин это наиболее устойчивый актив, так как у него наибольшая капитализация и его, скажем так, сложнее расшатать. А вот все остальные криптовалюты, даже эфир, вот посмотрите текущее снижение, которое якобы вызвано ситуацией на Ближнем Востоке, насколько снизился биткоин, и насколько снизился эфир. Волатильность эфира, даже эфира, хотя у него катализация на втором месте после биткоина, волатильность уже заметно выше. Поэтому торгуя любой другой валютой, кроме биткоина, стоит ожидать намного более сильной волатильности и, соответственно, глубоких просадок. Сможете ли вы их выдержать? Уже другой вопрос. Но если стоит вопрос, чем еще торговать, в целом ожидаются бычьи тенденции по всему крипторынку. Но, конечно же, первый топ-10 по капитализации, которые вы можете всегда найти на сайте coinmarketcap.com. Так вот, первая десятка – это самый наиболее, так сказать, безопасный, насколько это возможно вообще в принципе в криптовалюте, состав. Ну, естественно, тезер, который равен доллару США, никуда не убежит, не вырастет, а вот все остальные, в принципе, можете торговать. На что стоит обратить внимание? Это тонкоин. Сейчас идет активное внедрение криптовалюты тонкоин в мега-популярный мессенджер Telegram, и за счет этого я ожидаю значительный рост этой криптовалюты. Но, опять же, она намного более волатильна и намного менее предсказуема, чем биткоин и эфир, поэтому, соответственно, с осторожностью. Также я бы не советовал, если вы собираетесь закупаться тем же биткоином, закупать все сразу. Лучше частями на откатах получить таким образом соединенную цену, так как происходить может что угодно. И вы никогда не угадаете, какая цена для входа идеальна. На этом у меня все. Данное видео ни в коем случае не является инвестиционным советом. Помните, что на рынке может произойти все, что угодно, особенно на крипторынке. С вами был Павел, специально для сайта telab.com. Заходите, у нас много всего интересного.